Семечки Лёва. Для времени любого. Спрашивайте в магазинах города. Чтобы проконтролировать ход выполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, в Шадринск прибыл главный федеральный инспектор по Курганской области Александр Кистанов. Срок действия программы до 2018 года. Её исполнение – это указ президента Российской Федерации. Поэтому данный вопрос держит на постоянном контроле полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Халманских. Этап 2016 года заканчивается 1 сентября. Сроки поджимают, а процесс выполнения плана по Шадринску вызывал у инспектора беспокойство. Поэтому он решил посетить наш город, чтобы разобраться в ситуации лично. И, как выяснилось, не зря. Глава города Людмила Новикова отметила, что картина меняется буквально каждый день, ведь процесс строительства идёт непрерывно. Она представила Александру Кистанову самые новые сведения о ходе выполнения программы переселения. Осталось закончить строительство пяти зданий. И сделать это нужно до 1 июля. Часть домов будет сдана уже в середине июня, отметила Людмила Новикова. В общей сложности по условиям программы необходимо было построить 249 квартир и переселить в них 531 человека. На сегодняшний день у нас остаётся переселить 178 квартир. Из тех домов, которые строятся, если взять автомобилистов, у нас там получается 4 позиции. Это позиция 9, позиция 10, позиция 11 и позиция 12. Значит, на сегодняшний день практически готовый планируется ввод до конца мая-начало июня. Это позиция 10 автомобилистов. Там у нас 29 квартир. На Луначарского – 6. По словам главы, готовность составляет около 90%. Планируется, что примерно в середине июня дом будет сдан. В нём 17 квартир. 14-квартирный дом Побожова-26 также планируется сдать в середине первого летнего месяца. И у нас остаётся три позиции по автомобилистам. Это позиция 9, позиция 11 и позиция 12. Значит, все эти три позиции планируется сдать до 1 июля 2017 года. Степень готовности этих объектов разная. С застройщиком ООО «Промресурс» достигнута договорённость, согласно которой уже вторую неделю строительства идёт круглосуточно. Позиция 11, значит, там начали уже отделочные работы. Позиция 12, значит, идёт ещё монтаж коробки. И, значит, позиция 9, значит, заканчивается монтаж. Ко всем трём объектам уже подведены газ, электричество, все необходимые коммуникации. Остаются отделочные работы и благоустройства. Значит, у всех домов, всех позиций, у всех этих четырёх позиций, а затем там позиции 7 и 8 мы сдавали, которые там на сегодняшний день полностью отсутствует благоустройство. Ну, оно отсутствует по той причине, что эти четыре дома ещё строятся. Здесь планируется провести полное благоустройство, решить проблему с дорогами, освещением и так далее. Необходимые работы начнутся после сдачи последнего строящегося объекта. Конечно, у нас на сегодняшний день, и я сегодня об этом хочу сказать, что есть обращение к главе города о том, что там тяжело сегодня действительно в связи с благоустройством. Ну, когда дожди, когда весна, конечно, грязь по колено, и всё это понятно. Просто ещё раз хочу обратиться с тем, чтобы потерпеть, подождать немножечко. Этот микрорайон будет благоустраиваться, будет красивым, комфортным. Рядом будет у нас физкультурно-оздоровительный комплекс, который планируют создавать в августе. Поэтому, ну, я думаю, что там будет комфортно жить. Что касается ещё одного дома, Побожова-23, он практически готов. Поэтому сомнений в том, что мы выполним программу, по большому счёту нет. Единственное, что сегодня, конечно, нужна напряжённая работа подрядчиков, то есть наших строителей. Уже составлен график еженедельных планёрок по строящимся домам. Будет осуществляться строгий контроль со стороны администрации. Планируется регулярно выезжать на готовящиеся объекты. Это было запланировано и в рамках рабочего визита федерального инспектора. Ответ главы Александра Кистанова устроил. И он выразил уверенность, что с таким подходом программа будет выполнена. Он поблагодарил Людмилу Новикову за проделанную работу. Ваш оптимизм, он вселяет надежду. Я думаю, что вы, безусловно, справитесь с этой задачей. И в первом сентября мы доложим о том, что мы программу выполнили. Отметим, всего в программу переселения из ветхого и аварийного жилья по Курганской области входят 353 объекта. В общей сложности более 6000 человек должны переехать в новые квартиры.